МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Конструктивизм, гражданская ответственность и солидарность. Такими словами, президент страны обратился к банкам второго уровня. В это нелегкое время от вас нужна помощь населению и отечественному бизнесу, сказал Касамжамар Тукаев. Какие же меры будут предприниматься, какая конкретная будет помощь оказываться, мы спросим у нашего гостя. У нас в гостях начальник управления региональных представителей в городе Талдыкурган агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Баглан Мурадалдинович Диханчинов. Здравствуйте! Хочу напомнить нашим телезрителям, сегодня программа идет в прямом эфире, поэтому вы можете позвонить и задать свой вопрос по телефону 40 0109, код города 87282. Или же на ваших экранах есть номер телефона WhatsApp мессенджер, вы можете туда написать. Мы ваши вопросы озвучим. Давайте начнем с того, о каких именно кредитах идет речь сегодня. Гульнар, я хочу поблагодарить вас за приглашение в вашу студию. Действительно, сегодняшняя тема – это очень актуальная тема, ввиду того, что, к сожалению, население, большинство населения у нас закредитовано, как вы сами знаете, и введение чрезвычайного положения негативно повлияло на их плачеспособность по полученным кредитам и микрокредитам. Отвечая на ваш вопрос, хочу пояснить, что на основании поручения главы государства данного 23 марта 2020 года приказом председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 года был утвержден порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займу населения малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Данный порядок предусматривает оказание содействия именно по всем займам. То есть здесь ограничений по займам нет. Единственное ограничение – это период, то есть полученные займы до 16 марта текущего года. То есть других ограничений нет. Но есть ли какой-нибудь утвержденный, уже детализированный график, какая-то норма или меры поддержки населению и субъектам малого и среднего бизнеса? Отвечая на ваш вопрос, хочу еще раз повториться, что этим приказом был регламентируется механизм предоставления поддержки гражданам, а также субъектам малого и среднего бизнеса. В частности, на вот эти меры могут рассчитывать в первую очередь именно социальные уязвимые слои населения. То есть это многодетные семьи, это неполные семьи, это инвалиды первых и вторых групп и так далее. То есть социальные уязвимые слои населения. Также граждане, которые получают адресную социальную помощь, а также безработные граждане, которые зарегистрированы в государственном органе по занятости. И в частности, по таким гражданам списки передаются кредитным бюро в эти кредитные организации. Вот под кредитным организацией я хочу отметить, что туда входят не только банки второго уровня, но и все микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные товарищества, ипотечные организации, а также организации, предоставляющие онлайн кредиты. То есть по таким заемщикам им не требуется предоставление какого-либо заявления. Эти списки формируются в данный момент в кредитном бюро и будут переданы во все эти кредитные организации. А кредитные организации после получения этих списков с согласия вот этих лиц, вот этих граждан, они предоставляют отсрочку сроком с 16 марта по 15 июня текущего года. Для осуществления такой поддержки нет необходимости заключения каких-либо дополнительных соглашений, договором займа или залога. Поэтому это вот первая группа граждан. Вторая группа это граждане, которые в результате введения в чрезвычайное положение, значит, у них финансовое состояние ухудшилось, да, то есть они стали безработными, либо находятся в отпусках без содержания, либо иным способом, если в этот период оказал на них негативное влияние, они могут обратиться своим кредитным организациям, туда в произвольной форме обращаются с заявлениями соответствующими, и банк или там кредитная организация в течение 10 рабочих дней рассматривает их заявление. Вот. Также при этом они, предоставление дополнительных каких-то подвержающих документов с их стороны не требуется. То есть кредитная организация может отказать предоставление этой отсрочки только в случае, если она обладает информацией о том, что у этого заемщика, значит, не произошло какого-то ухудшения финансового положения. То есть, условно говоря, если вы остались без работы, или ваше финансовое положение ухудшилось в связи с введением в чрезвычайное положение, вы обращаетесь с заявлением в кредитную организацию, при этом без предоставления каких-либо подтверждающих документов. То есть вы в произвольной форме указываете, что я работаю в таком-то месте, у меня доходы отправили на содержание или без доходов осталось и так далее. И кредитная организация обязана в течение 10 дней предоставить вам ответ, так скажем. То есть любым доступным способом они уведомляют вас о предоставлении отсрочки. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Ну, видимо, у нее была задолженность. Раз они сами начали удерживать, значит, имеют право же? Конечно. В любом договоре банк с казаемом практически содержится право банка на безакцептное списание денег с любых счетов в случае наличия просроченной задолженности. Поэтому в случае, если у нее имеется задолженность по договору, то есть просроченная задолженность, банк имеет право обратить взыскание с любых счетов таких заемщиков. То есть это законодательством, это предусмотрено, это разрешено. В любом случае с нее будут удерживаться? Да. Хочу напомнить нашим телезрителям. На WhatsApp мессенджер, телефон, который указан на вашем экране, вы можете туда не звонить, вы можете только туда написать. Если вы хотите задать свой вопрос лично нашему гостю, тогда позвоните по номеру 40 0109, код города 872 82. Вот поступил вопрос. У меня автокредит в Евразийском банке. Я мать, воспитывающая ребенка инвалида. Кроме инвалида ребенка, есть еще двое детей. В связи с ЧП я не могу работать. Я на этой машине таксую. Дадут ли мне отсрочку? Да, обязательно. В случае, если у нее займ был оформлен до 16 марта текущего года, и она относится к социальному уязвиму слоям населения, то есть если она воспитывает ребенка инвалида, то есть она относится в соответствии со статьей 68 закона о жилищных отношениях, она относится к социальному уязвиму слоям населения. По таким заемщикам, как я уже отметил, сейчас соответствующими органами формируются списки соответствующие, и эти списки будут направлены в кредитные организации. То есть и кредитная организация, она уже автоматом с ее согласия, естественно, предоставит ей отсрочку сроком с 16 марта по 15 июня. То есть ей даже заявление можно и не писать. Может заявление написать. Но в случае необходимости она может по своему усмотрению обратиться с заявлением. Но опять-таки хочу отметить, что здесь заявление, оно сейчас принимается банками дистанционно, то есть через электронную почту, через, ну, старается, да, вот ввиду вот чрезвычайное положение, старается именно дистанционно принимать заявление, посредством мобильного банкинга и других средств связи, они стараются именно дистанционно принимать. То есть она может также обратиться. Ну, то, что она таксует, но если это делается без патента, что делать в таких случаях? Есть и такие. Нет, вот она, я только что отметил, что она, во-первых, относится к социально-уизвенцаме населения, то есть ей нет надобности подтверждать это. Но даже если бы она не относилась бы к социально-уизвенцаме населения, она могла, как вторая категория, условно говоря, граждан, она могла обратиться с заявлением, при этом предоставление подтверждающих документов не требуется. То есть она просто пишет, что я вот, как вы только что отметили, вот я таксую на своей машине, да, вот, однако сейчас в связи с введением вот этих вот ограничительных мер я не могу уезжать, не могу таксовать, поэтому там прошу предоставить отсрочку. И вам в течение 10 рабочих дней или кредитная организация обязана принять по ней решение. Есть еще вот такой вопрос. У меня в ломбарде задолженность. Я до этого времени могла оплатить, теперь осталась без работы. Дадут мне отсрочку ломбарды? Конечно, дадут, так как, еще раз повторюсь, этот порядок, этот приказ, он распространяется, в том числе, на деятельность ломбардов. Хочу также отметить, что у нас в Амутинской области, значит, нашим управлением была запущена горячая линия по телефону 55 95 05. Еще раз повторите. Еще раз повторю. 55 95 05. Код Талукургана 7282. И в случае, если какой-либо ломбард, кредитное товарство ограничивает ваше право по этой мере государственной поддержки, вы можете обратиться к нам по этому телефону. Соответственно, мы разработали памятку, вот эту вот, и попросили во всех кредитных организациях, это и в ломбардах, и в кредитных товарах, и в банках, разместить на видном для клиентов месте эту информацию. Поэтому данный вопрос сейчас со стороны Агентства финансово-регулирования очень на таком контроле стоит. Пристально смотрим за действиями кредитных организаций по соблюдению требований приказа. Если будут неправомерные какие-то действия, могут позвонить по этому телефону и оставить свои вопросы. В данный момент я в декрете, живем на квартире, у меня кредит в АТФ банке, могу ли я получить отсрочку? Такой же вопрос. Вы уже отвечали, но в любом случае можете повторить. Конечно, может. Для этого и необходимо обратиться с заявлением вот эту вот кредитную организацию, где она получала кредит, без подтверждения каких-либо документов. То есть она даже сидя дома, может написать им на электронную почту. У каждого банка свой порядок имеется. На крайнем случае позвонить на колл-центр? Абсолютно верно. Можешь позвонить в колл-центр, узнать порядок подачи заявления. И все это выполнить. Продолжим это. Есть телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Добрый день, я хотел вопрос задать. Задавайте. Насчет коллектора. Коллектор, это посрочку. Алло. Задавайте в свой вопрос. Ях, вопрос у меня насчет коллекторов. Банки дают отсрочку, а вот коллекторы, они отсрочку не дают. Как с этим быть? Можно коллекторские организации, чтобы они тоже отсрочку давали? Спасибо большое. Смотрите, здесь вот надо правильно понимать. Коллекторские организации, они работают по двум, так скажем, по двум направлениям. То есть, это первое направление, это когда они полностью выкупают займ. То есть, на основании договора факторинга у банка, условно говоря, выкупают этот договор. И фактически становятся кредиторами вот таких заемщиков. Но на практике по таким займам, кредиторам, которые уже выступают коллектора, каких-либо начислений процентов или пени, это все уже не происходит. Поэтому по ним какие-либо отсрочки и смысла нет здесь сделать. А в случае, если второе направление, это когда они в работу берут эти займы у кредитных организаций. И от имени банка осуществляют действия, мероприятия по досудебному взысканию этих денег. В таком случае, вот вам необходимо подать соответствующее заявление в банк. И в случае, если банк вам предоставляет эту отсрочку, соответствующим условиям приказа, банк обязан уже приостановить действия по взысканию этой задолженности, в том числе через коллектора. То есть, если банк предоставил вам отсрочку, но если коллектора не перестают вам звонить, беспокоить вас, вы должны им сказать, что вот банк мне предоставил отсрочку на основании вот этого приказа. И в случае, если они и в этом случае не прекратят, вы можете, в принципе, по этой горячей линии, которую мы указали, обратиться к нам, и мы постараемся вам помочь. Повторите номер еще раз. 55 95 05. По этому номеру вы можете позвонить. На линии ожидает телезритель. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Добрый день. Здравствуйте. Я хотела вам задать вопрос. У меня папа работает, в ЦК работает. Ему уже писать текст. Сейчас данный момент мы не можем оплатить, у нас есть в банке КМФ кредит, и в данный момент мы не сможем оплатить. Но банк требует, чтобы мы оплатили, так как мой папа работает до сих пор. А семья подкормить нужно правильно. Мы за зарплату, которую он получил в этот месяц, закупать продукты, а сейчас денег нет, чтобы кредит оплатить. Мы звонили операторам, они сказали, что мы должны платить, потому что папе капает в зарплатах. Очень хороший вопрос. Видите, надо будет посмотреть, когда вы обращались, когда вы созванивались. Возможно, так как этот порядок был принят, который мы сейчас говорим об этом, этот порядок был принят относительно недавно, поэтому, возможно, либо до этого порядка, либо на тот момент сотрудники этих кредитных организаций, возможно, даже и не знали утверждения такого порядка. Поэтому вам в любом случае необходимо обратиться с заявлением КАЗ Микрофинансов, насколько я понял, Микрофинансовую организацию. При этом вы можете не предоставлять какие-либо подтверждающие документы, просто описывайте в произвольном форме причину затруднения по выплате этого микрокредита. И КМФ в любом случае должны принять, и в течение 10 рабочих дней должны вам уже предоставить свое решение. Вот несколько вопросов поступило по отсрочке ломбарда. Отсрочки ломбарды не дают. Три вопроса поступили. Один только написал, что это Алматинская область, село Чунджа. Все говорят, что ломбарды отказываются. Что делать в таких случаях? Вы знаете, только что я озвучил же номер телефона, пусть по этому номеру позвонят. В принципе, мы сейчас в том числе с ломбардами, кредитными товарищами и микрофинансовыми организациями у нас сейчас в оперативном порядке мы с ними работаем. То есть они все состоят в одном чате нашем. И в принципе, до всех до них этот порядок доведен. О необходимости соблюдения этого требования. Поэтому в случае, если действительно такие факты имеются, вы на полтелефона 55 95 05 можете обратиться. Мы постараемся в оперативном порядке помочь и решить ваш вопрос. Очень много вопросов поступает по тому, вот говорят, сделают отсрочку. Говорят, разъясните, вот что пишут. Вот, например, если у человека кредит, он остался без работы. Вот эти три месяца он может не платить. Дается отсрочка. Но это продлят еще на три месяца или как? Одни говорят, что продлят на три месяца. Другие говорят, что вот эти три месяца сумму объединяет и на каждый месяц разделит. Как в таком случае? Да, очень хороший вопрос. Вот в первую очередь, конечно, хотелось бы населению разъяснить, что этот порядок, эти перечень поддержки, он не предусматривает списание какое-либо. То есть это всего лишь... Списание не будет. Списание не будет. Он не предусматривает списание. Это, так скажем, кредитные канюкулы. То есть, если вы получили отсрочку сроком на три месяца, дальнейшая его оплата уже по согласию сторон осуществляется. То есть это может быть, значит, эти три месяца вам в последующем добавляется. То есть у вас на три месяца увеличивается срок кредита, так как вы три месяца не платили. Либо вот эти три месяца, то есть отсроченные платежи, они на остаток срока распределяются равными долями. То есть в этом случае, конечно, ежемесячный платеж у этого заемщика будет выше, конечно. То есть это по согласию сторон делается. Но все-таки поэтому это все делается по согласию сторон. И надо ходатайствовать, если вы, допустим, в последующем не сможете сверхсуммы оплачивать, да, повыше. Вы можете именно ходатайствовать перед банком о продлении срока, с продлением срока, чтобы вам предоставили. То есть приведем пример, если вы оформили кредит, допустим, на один год, на 12 месяцев, три месяца оплачивали надлежащим образом и на три месяца взяли, допустим, отсрочку в рамках период чересчайного положения. И вы можете эти три месяца в последующем оплатить позже, да, то есть у вас уже кредит не становится не 12 месяцев, а год и три месяца он у вас увеличивается. Так как в три месяца то, что вы не платили, вы просто позже будете платить. То есть порядок предусматривает такой. Здесь вот вопрос тоже. Кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика? Да, закон о банковской деятельности Республики Казахстана предусматривает изменения в одностороннем порядке условий договора банковских займ, если они направлены на улучшение условий для потребителя, для заемщика. Но в данном случае, в любом случае, во-первых, в случае, если вы относитесь к социально уязвимым условиям населения, они вам предоставляют отсрочку в любом случае с вашего согласия, это во-первых. А в случае, если вы подаете заявление, вы уже этим заявлением сами изъявляете согласие, желание на изменение условий договора займа или микрокредита. Еще один вопрос. Я брал машину в Каспи-банке в кредит автомашину, не смог оплатить несколько месяцев, кредит так был временно без работы. Вот позвонили коллекторы, чтобы я приехал в Алматы, чтобы мне сделать график по-новому. Сделали оценку и отобрали машину и поставили на продажу. Обманный путем. Как можно сделать так, чтобы оставить машину себе и дальше платить без просрочки? Здесь, смотрите, как показывает практика, у нас таких обращений было, не раз мы рассматривали. В основном, при передаче автомашины заемщики всегда подписывают акт приема передачи. То есть, что свидетельствует о добровольной передаче этой автомашины. То есть, силой автомашину заврать, это рейдерство, это уголовно-оказуемые деяния, за это предусмотрена уголовная ответственность. То есть, если это отобрали у него без его согласия, отобрали с силой, он может обратиться в правоохранительного органа для привлечения к ответственности этих людей. Но если у него, у банка, допустим, имеется акт приема передачи, где заемщик сам передает, это является его уволезлиянием, что в добровольном порядке он выдал эту автомашину. В таком случае, мы бессильны здесь. Еще один вопрос. Говорят, я взяла электронную технику в банке в рассрочку на два года. Вот сейчас не смогу заплатить. В таких случаях, как быть, это рассрочка будет или будет кредит? Ну, надо смотреть уже в данном случае условия договора займа. Во-первых. Во-вторых, в случае, если действительно в период черничного положения он не смог оплатить, это уже, так скажем, не по его вине, не по обстоятельствам, зависящие от самого этого клиента. То есть, эти нюансы необходимо уже спрашивать в банке, смотреть, как самые условия договора банковского займа. И вот надо будет с банком разговаривать и уточнять у банка. Это чисто с банком только разговаривать. А он может сделать и кредит, или рассрочку оставить? Если даже на три месяца больше стало? Я же говорю, это по согласию с банком. И надо будет смотреть условия договора займа. То есть, рассрочки, точнее. То есть, каждый случай индивидуальный, надо в индивидуальном порядке рассматривать. То есть, сейчас, не имея каких-либо документов, ответить на этот вопрос точно сложно. Хорошо. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. До конца мало осталось. Задавайте быстрее. С вами был. 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 С вами был.